Доктор Дядя Миша Русский язык Связь имени прилагательного и имени существительного Изменение имен прилагательных по падежам Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач, сейчас на пенсии А это мой друг, немецкая овчарка Алтай Он тоже с вами здоровается Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому Они брат и сестра Верочка учится в третьем классе, а Фома в восьмом Он помогает сестренке в учебе А если вопрос сложный, мы стараемся разобраться вместе А вот и они Иду, иду! Сейчас открою! Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Добрый день, дядя Миша! Приветствую вас, друзья мои! Проходите в комнату Сейчас чайку нальем Давайте чашки Спасибо! Я вам сегодня лобио с фасоли с грецкими орехами приготовил Угощайтесь! Ммм! Мне нравится! Очень вкусно! Ешьте на здоровье! Вера, а что ты такая невеселая? Дядя Миша, как мне быть? Что случилось? Моя подружка Леночка познакомилась с новыми девочками во дворе И очень изменилась Как именно? Она стала меньше читать Мы раньше книжками обменивались, их обсуждали А теперь Леночка говорит, что ей читать некогда Вера, может она просто уроки долго делает? Не знаю Вот на днях... Что? Ой, даже не хочется говорить Ведь получается, что я сейчас жалуюсь или ябедничаю А давай попросим Алтая показать нам, что случилось Давайте Алтай, помоги нам, пожалуйста О, это наш двор А вон и Леночка твоя А этих двух девочек я не знаю Они недавно переехали в наш район Ах, вот оно что Сидят с телефоном, смотрят в него Ничего вокруг себя не видят И смеются О, Вера, вот и ты из подъезда выходишь Все никак не могу привыкнуть Как нам Алтай, нас же самих со стороны может показать Смотри, Фома Вера подходит к девочкам И они о чем-то говорят Леночка, привет! Привет! Ну что, идем? Куда? Как куда? Мы же сегодня собирались в приют к животным Тише, давай-то идем на минутку А странно, почему Лена не хочет при девочках с Верой разговаривать? Не знаю Давай посмотрим, что дальше будет Вера, я, ну... Леночка, мы же должны помочь сделать уборку Погулять с собаками Они ведь к нам уже привыкли Что-то я забыла Думала, что завтра... Ну вот, я тебе напомнила, что сегодня Идем скорее, нас уже ждут Знаешь, ты иди, а я потом, как-нибудь Придешь попозже? Может быть Лена, ну долго ты там ищем? Иди сюда, тут новый ролик вышел Будешь с нами смотреть? Давай к нам скорее! Тут новинки моды и макияжа! Я сейчас не могу, Вера! Хорошо, я пойду А ты догонишь? Может быть Лена! Ты идешь или нет? Иду, иду, уже бегу Развернулась и убежала А недавно у Леночки тройки по русскому языку появились Я за нее переживаю Да, худые сообщества развращают добрые нравы А что это значит? Это слова из Нового Завета Их произнес апостол Павел Наверное, это как? С кем поведешься, от того и наберешься Можно и так сказать Часто мы увлекаемся чем-то ярким, заманчивым И уходим от доброго, которое не так привлекательно внешне К примеру, чаще человек выбирает пустое развлечение, а не чтение книги или помощь нуждающемуся Мне жалко, что Леночка отдалилась от меня Интересно, почему? Да вот все поэтому Но ведь ты сама не стала хуже относиться к своей подруге? Нет, конечно Я думаю, возможно, что это яркое, но пустое, что привлекло ее в новых девочках, скоро перестанет быть таким уж привлекательным Вы так думаете? Да Главное оставаться в добром расположении Кленочки и не отталкивать ее от себя осуждением или обидой Ведь друзья все равно связаны между собой Точно! Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты Вот-вот А она с ними как прилагательное существительным Что ты имеешь в виду? Они как бы управляют ею Куда они, туда и она Что они говорят, то и она А надо самостоятельно решать все вопросы И не делать что-то нехорошее, если другие делают Надо быть существительным, а не прилагательным Интересное у тебя сравнение Ты, наверное, недавно по русскому языку на эту тему что-то изучала, да? Как раз как они связаны Существительное и прилагательное Да, и как же? В каком роде существительное, в таком и прилагательное В каком числе существительное, в таком и прилагательное Кстати, это касается не только рода и числа, но и падежей И падежей тоже? Конечно! Имя прилагательное стоит не только в том же роде и числе, что и имя существительное, но и в том же падеже Об этом я еще не слышала Имена прилагательные, как и имена существительные, изменяются по падежам или склоняются Это я знаю! И падеж имени прилагательного определяется по падежу имени существительного Алтай, помоги нам, пожалуйста О, а вот и наша чудесная доска! С чего начнем? Пожалуй, с того, что... Вера, как ты думаешь, какова начальная форма имени прилагательного? Именительный падеж мужского рода единственного числа, так? Правильно! Теперь вспомни и запиши падежные вопросы существительных на доске Вот, держи, мелок Именительный падеж отвечает на вопросы кто что Именительный падеж отвечает на вопросы кто что Родительный на вопросы кого чего Дательный кому чему Как там дальше? Винительный кого что Творительный кем чем и Предложный о ком о чем Спасибо, Фома Молодцы, ребята! А теперь Верочка запишет несколько предложений Готова? Да! Сильный утренний мороз сковал ручьи Сильный утренний мороз Ага В морозном воздухе хрустел снег В морозном воздухе хрустел снег Дальше Река течет по широкому длинному оврагу Река течет по оврагу Записала! Доброго человека добрым словом вспоминают Доброго человека вспоминают Есть! И последнее Крик перепела доносился с ближнего ржаного поля С ржаного поля Готово! Молодец! Теперь нужно найти имена существительные И связанные с ними имена прилагательные Сейчас! Сильный утренний мороз Мороз существительное Сильный и утренний прилагательные Дальше В морозном воздухе В воздухе существительное Морозном прилагательное Хорошо Река течет Стоп! Течет Это глагол А где же прилагательные к слову река? А их тут нет Как это нет? А как же широкому длинному? А эти прилагательные к другому существительному относятся Посмотри внимательно Широкому длинному? Оврагу! Спасибо, Фома! Да не за что! Давай дальше искать Доброго человека Добрым словом Доброго и добрым Одно прилагательное в разных формах Прилагательное одно Но относится к двум разным существительным Каким? В первом случае в словосочетании доброго человека Существительное человека А во втором в словосочетании добрым словом Существительное словом Умничка! Дальше И последнее предложение Крик перепела доносился с ближнего ржаного поля Здесь два существительных Крик и поля Но у слова крик нет прилагательного А у поля есть ближнего Отлично! Ты правильно действовала Сначала нашла существительные А потом прилагательные Которые с ними связаны А что нужно сделать дальше? Задать падежный вопрос к существительному И по нему определить падеж прилагательного Попробую! Сильный утренний мороз Существительный мороз Отвечает на вопрос что? Значит, оно стоит в именительном падеже Тогда и прилагательный, сильный и утренний Будут в именительном падеже Понятно! Давай дальше Широкому длинному оврагу Существительное оврагу Отвечает на вопрос Кому? Чему? Значит, это дательный падеж? Конечно! А прилагательные широкому и длинному Тогда тоже Стоят в дательном падеже! Хорошо! А вот тут сложнее будет Доброго человека Вспоминают добрым словом В каких тут падежах прилагательное добрый? Доброго человека Слово человека Отвечает на вопрос Кого? Но это не родительный падеж Почему? Потому что если подставить в это предложение Вместо человека Существительное женского рода С окончанием на А Например, сестра То получится Добрую сестру Добрую сестру Вспоминают добрым словом Да! А буква У в слове сестру Это окончание винительного падежа Правильно! Значит, существительное человека Стоит в винительном падеже И прилагательное доброго тоже Прекрасно, Верочка! А добрым словом? Чем? Словом! Это творительный падеж Значит, и зависимое от него Прилагательное добрым Тоже стоит в творительном падеже У тебя отлично получается! Осталось немного! Я знаю! Ближнего ржаного поля Существительное поле Отвечает на вопрос чего? Значит, это родительный падеж Тогда и прилагательные Ближнего и ржаного Будут в родительном падеже Ну что же, Верочка Ты отлично справилась Вот и Алтай тебя хвалит Спасибо, Алтайка! Спасибо, дядя Миша! Я теперь поняла Как определять падеж Имени прилагательного Наверное, Леночке смогу объяснить Чтобы она тройку по-русскому исправила Я очень рад, что ты не бросаешь Свою подругу и помогаешь ей И дальше буду помогать? Я надеюсь, что все у вас С Леночкой будет хорошо И она, видя твое доброе К ней отношение Сделает правильный выбор Ну, а нам уже пора Конечно, ребята До свидания! До свидания! До новых встреч, друзья мои! Приходите еще! Я с Алтайом Всегда вам рада! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин